Здравствуйте друзья! Я вас приветствую! Сегодня мы делаем вкусную бастурму из косули Вот из целой туши, таких подходящих под бастурму кусков мяса получилось вот такое количество В основном это задние ноги, где толстые хорошие мышцы Вот такие тоже длинные все мышцы я тоже повырезал В передних лопатках там очень мало, там оно все плоское и жилистое И вот получается, многие спрашивают, почему бастурма такая дорогая Ну, с коровы ладно, там с быка много чистого мяса А вот с таких маленьких животных, как бараны, там, в общем-то, косуля Получается, что и особо сделать-то нечего Вот они все крупные мышцы Ну, все равно достаточно много получается Потому что, ну, бастурма это не для того, чтобы ее там уплетать килограммами Это именно деликатес, который вкусный, который, ну, в общем-то, достаточно долго готовится И его надо вот именно смаковать На первом этапе нам понадобится соль, сахар, нитритная соль И я вот еще беру сухую аджику Чтобы даже на первом этапе мясо стало пропитываться ароматами всяких пряностей В общем, сейчас я все это взвешу, чтобы отмерить нитритную соль Обычную соль я буду брать в свободном порядке, вместе с сахаром Потому что главное сейчас мясо это посолить И, в общем, количество соли в данный момент не играет роли Потому что после, под свой вкус, я буду его вымачивать При вымачивании как раз лишняя кровь там сойдет, сукровица В общем, в любом случае, под себя потом можно будет легко вкус сделать Мясо я взвесил, здесь получилось 3 килограмма 700 грамм Я уже отвесил нитритную соль 35 грамм на 1 килограмм веса Запомните, больше не надо делать Потому что нитритная соль это яд И перебарщивать ее ни в коем случае нельзя Обязательно на это обратите внимание В принципе, можно и без нее засолить Если вы уверены в мясе Но, в любом случае, все основные колбасные изделия Все равно делают с нитритной солью Поэтому я вот лучше буду с ней делать Пропорции примерно такие 3-4 столовые ложки соли, ложка сахара Вот я беру сейчас 3 ложки соли Ложка сахара 3 ложки соли Ложка сахара И, в принципе, вот на это количество этой соли будет вполне достаточно Эту соль убираем Сахар тоже Теперь в эту же посолочную смесь я сразу добавляю сухую аджику Пару ложек столовых Ох, какая ароматная Ну и теперь в эту смесь я добавляю нитритную соль И все хорошо размешиваю Солить я буду вот в таком контейнерке Удобной, в нем держать хорошо Крышка плотная На дно присыпаем посолочную смесь И отправляем сюда куски Обваливаем Чтобы каждый кусок был в соли И сверху немного присыпаем Хорошие такие кусочки мясистые По идее должно все очень вкусно получиться Вот, и остаток соли сверху засыпаем Как раз хватило так как надо Ну вот что получилось Вот, я думаю, все видно Все мясо присыпано Обвалено тонким слоем соли С сахаром, с нитритной солью И с сухой аджикой Теперь я это мясо закрываю Часов на 12 я это мясо оставляю При комнатной температуре в квартире А после выношу на балкон Или можно положить в холодильник И солить мы его будем примерно 6 дней Бастурма солилась ровно 6 суток Время засолки в этом случае не так важно Потому что в любом случае мы ее будем вымачивать Поэтому если нет времени Например солите 4-5 суток А у вас нет времени заняться ей Значит можно оставить на 6, на 7, на 10 На сколько угодно В соли она будет лежать сколько захотите Просто потом эту соленость Мясо уже регулируете вымачиванием Все очень просто Ну что, аромат отличный Вот такие получились кусочки Вот Естественно за это время все хорошо просолилось Мясо отлично пахнет Ну и теперь я смою сейчас весь рассол Переложу в больший контейнер Чтобы посвободнее это мясо плавало там И буду его вымачивать Ну в среднем примерно Вот сколько дней солилось Столько часов и буду вымачивать Здесь вот в данном случае Для бастурмы Вот прям там совсем мало сол не нужен Она все равно должна быть солененькая Поэтому ну смотрите чисто по уже своему вкусу Хотите посолонее так себе чисто под пиво То вымачивается 3-4 часа Взяли небольшой кусочек отрезали Попробовали Если на соль он нормальный Значит сливаете воду и все И начинаем дальше процесс Если на ваш взгляд все-таки соленая Сильно соленая То вымачиваем дальше Ну я в среднем сейчас попробую Вымачивать где-то 5-6 часов Посмотрим Чтобы она не была и пересолена И чтобы вкус был такой как нужно Потому что я уже не первый раз делаю И таким способом И точно так же бастурму я делал уже И способом где соль вносится Именно столько по процентному содержанию На килограмм мяса Ну в общем вариантов много И во всех случаях бастурма получается вкусная Все равно вкусная Ну в данном случае я хочу избавиться Все равно от излишков крови И в общем чтобы мясо было такое более чистое А так ну сами видите Что оно ну прям Прям красивое Вот такие куски шикарные Ну вот бастурму я хорошо промыл Ну практически подверг Залил холодной водой ледяной Сейчас с крана прям ледяная вода идет Руки аж не терпят Теперь я это все накрываю Отправляю опять на балкон Там холодно Тоже там около 5 градусов Может быть тепла Может быть даже меньше Если ситуация не позволяет Где-то хранить зимой В холодном месте То естественно Вымачивать нужно в холодильнике Ну в общем я отношу на балкон Мясо вымачивалось ровно 6 часов Я его уже слил Теперь его нужно немного просушить Вот я сейчас на бумажное полотенце Его разложу А теперь берем Просто полотенце И хорошо все это дело промакиваем Без фанатизма Прямо сушить его специально не надо Потому что если подсохнет Вот эта вот мясная корочка То потом будет еще хуже Теперь мясо кладем под пресс Вот я его уже несколько раз промакивал Бумажным полотенцем Оно уже такое Ну вот сверху уже вода не блестит В принципе этого можно не делать Ну я как-то уже привык Я уже несколько раз делал Поэтому буду делать Чтобы мясо было более такое плотное Вот у меня здесь Один такой вот поддон Я его накрываю Вторым поддоном Это можно в принципе сделать Между двумя фанерками Дощечками Ну в общем что-то должно быть плоское И сверху кладу груз Здесь у меня по 6 килограмм Каждый такой кубик Ну 12 килограмм Чтобы оно так Ну уплотнилось И вот в таком виде Оставляю на ночь Еще на ночь Ну в общем Производство бастурмы Не такое простое занятие Вернее оно простое Но оно длительное В общем придется вот еще выдерживать Ну я так уже привык Поэтому буду делать так А завтра продолжим Мясо после засолки Пролежало под прессом Ну наверное часов 15 Сейчас я вот груз этот убираю И мы делаем присыпку Для обвалки бастурмы В данном случае Вот эти ингредиенты Рассчитываются Не на килограмм мяса А просто сколько намешайте Столько и намешайте Если что-то остается То идет в следующий раз Первый такой самый важный ингредиент Который должен быть Это чаман Это пожитник Как хорошо пахнет Вот это самый важный ингредиент Все остальные уже все идет по желанию Вот три больших ложки я кладу Дальше Красная паприка Две Дальше Красный перец А вот здесь С красным перцем Тоже все По желанию По вкусу должно быть Потому что Если хотите Чтобы мяско было острое То Добавляйте его побольше Ну вот я Три чайных ложки Положу Даже четыре Потому что все равно Это сверху Обвалка будет Это кориандр Тоже четыре Ложки Естественно Без черного перца Тоже никак Тоже три ложки Ну и теперь Все это хорошо перемешиваем Кто-то для бастурмы Делает Жидкую обмазку Такую как тесто Специально еще Добавляют туда муку Добавляют в воду И каждый кусок Вот обмазывают Таким вот Жидким тестом Со специями Но Мне этот вариант Не нравится Я уже Так делал много раз Вот Сухая обмазка Мне нравится больше Потому что Ну То что на рынках Продается Там Мясо покупаешь Бастурму И там еще Наверное 5-7 миллиметров Сверху Покупаешь Вот это Засохшее тесто За Достаточно Большие деньги А здесь Вот сухая обмазка Она Дает Именно Вкус Она дает Очень хороший Аромат Но У вас нет Вот этого Лишнего Материала Который все равно После выбрасывается Для рынка Может это И хорошо И еще Вариант Почему Делают Именно Вот эту Жидкую Обмазку Толстую Такую Когда Мясо Сразу Ей Обмазывают Его Вешают На улицу На ветер И чтобы Мясо Не получило Быстро Загар Чтобы Верхние Слои Не Стали Твердыми И Внутренние Все Слои Мяса Тогда Перестают Отдавать Свою Жидкость Для того Я думаю Тоже Делается Вот такая Жидкая Обмазка Чтобы Мясо Сразу Не покрылось Коркой А коркой Покрывается Именно Эта Обмазка Но Это Такие Разные Варианты Поэтому Тут Нужно Смотреть Самим Если Вы Будете Мясо Вешать Куда То На улицу Сразу Ж Его Куском Иначе Оно Будет Не Очень Хорошее Оно Должно Вызреть Все Равно Оно Должно Медленно Все Это Пройти Эти Слои Должны Уравняться Соль Должна Уравняться Верхние И Внутренние Слои И Должна Быть Все Таки Какая То Ферментация Поэтому Это Все Должно Ити Медленно А Когда Мясо Вывешивают Сразу На Ветер То Оно Засыхает Верхний Слой Сразу Покрывается Коркой И Это Неправильно Ну Вот Здесь У меня Немного Другой Вариант Ну И Ох Смотрите Что У меня Тут Получилось Вот Вот Такая Красота Мясо Так Придавилось Хорошо Плотненько Ну И Теперь Я Беру Эти Кусочки Они Уже Плотненькие Такие Классные Вот Он Прелесть Прикладываю Опять В контейнер Можно Вместо Контейнера Взять Любой Пакет Засыпаю Сюда Все Эти Специи Которые Я Приготовил Накрываем И Хорошо Трудим Можно Это Сделать В пакете Но Пакет Должен Быть Такой Хороший Крепкий Вот Так Все Теперь Выглядит Каждый Кусочек Полностью Вот В этой Смеси Специи Аромат Великолепный Так Вот Можно Его Сейчас Потрусить Оставить На часик Чтобы Специи Так Хорошо Начали Впитываться В поверхность Вот Я Еще Перемотаю Это Дело И Оставлю Еще Примерно На часик Ну Теперь Заключительный Этап Ой Какой Аромат Посмотрите Какие Кусочки Равномерно Все Обвалено Это То Что Нужно И Теперь Роль Вот Этой Мокрой Обмазки Которую Многие Делают Заменит Вот Такая Вот Бумага Для Для Запекания Мясо Кусочек Кусочек Мяса Кладем Обмазки Оборачиваем И Концы Засчитываем Я Это Делаю Обычным Степлером Вот Вот Так Все Получилось Очень Аккуратно Очень Классно Положить Можно В любое Место Пергамент Не дает Мясо Высыхать Но В то же Время Он Дает Свободу Для Испарения Жидкости Вот Такая Получается Красота И Вот Я На Поддончике Все То же Самое Укладываю Ну Вот Кстати Сейчас Покопался В морозилке Специально Вам Показываю Вот Бастурма Этому Куску Наверное Года Два Уже Года Два Он Шикарный Он Твердый Вот Такой Вот Как Твердая Резина И Самое Главное Вот Сейчас Его Разрежу Он Будет Идеальный Он Будет Идеальный Вот Лежит Очень Долго Просто В морозилке Так Что Я Окроню Многие Веси Именно Вот Так Вот Ну Друзья Все Я Упаковал Получилось 15 Разных Пакетиков Вот Такие Все Разные И Вот Совсем Немного Осталось Присыпки Ее Я Оставлю И Она Пойдет Куда Угодно Можно Даже В суп Куда Добавлять Можно В фарш Можно Там Рульку Обмазать Тем Потому Что Здесь Все Хорошее Все Классное В общем Пойдет На любые Цели А Эти Два Поддона Я Сейчас Опять Выставляю На балкон И Они Будут Медленно Вялится В общем Сам Процесс Опять Займет Наверное Дней 15 Я Думаю Как Минимум И Примерно Раз Сутки Может Там Раз Двое Суток Нужно Будет Их Переворачивать Ну Чтобы Равномерно Все Было Ну Теперь Ждем Когда Они Завялятся Ну Что Друзья Бастурма Из Косули Готова Долго Конечно Все Очень Долго Но Оно Того Стоит Вот Она У меня В таком Виде Пролежала Сначала На балконе На Холоде Первые Две Недели Каждый День Я Приходил И Вот Так Вот Переворачивал Чтобы Равномерно Все Так Медленно Подсыхало Через Две Недели Я Взял Вот Прям На Этих Поддонах Занес В Квартиру Положил На Шкаф И Еще Дней Десять Они У меня Подсыхали В таком Ж виде На Шкафу При Комнатной Температуре В квартире Сухо И Вот В таком Состоянии Сохнет Уже Очень Быстро Прям Хорошо Бастурма Проминается Но Очень Жестко Очень Жестко Ну Сейчас Откроем И попробуем Вот Смотрите Как она Выглядит Прям Состояние Идеальное Аромат Великолепный Вот Она Вот В таком Виде Она Теперь Может Запросто Храниться Даже При Комнатной Температуре Очень Долго Но Что Здесь Плохо Вот В таком Виде Она Будет Все Равно Высыхать В конечном Счете Высохнет В такую Деревяшечку Которую Конечно Есть Можно Будет Но Она Будет Очень Жесткая Потому Вот Я Сейчас Эту Порежу Попробую А Все Остальные Возьму Завакуумирую И В вакууме Она Может Лежать Хоть Несколько Лет Вот Три Года Пролежит Запросто В морозилке Положили И забыли Когда надо Какой-то праздник Или пивко Достали И Через час Она у вас Уже на столе Готовая И очень Классная Вот Как только Сделанная Это Лучший Вариант Ну Режем Режется Вот Прям Как Резина Такая Твердая Ну Вот Смотрите Какая Она Получается Вот На просвет Просто Прелесть Такого Вишневого Цвета Темно Вишневого Очень Классно Выглядит На вкус Шикарно Больше Вот Пересушивать Не советую Вот Она Как бы Пальцем Проминается Но Еще Если бы Полежала То Была бы Такая Уже Более Деревянная И Не столько Удовольствия Было бы А это Прям Прелесть Что Мне Лично Сейчас Нравится На Соль Просто Идеально Прям Идеально И На Перец Вот Она Такая Остренькая Вот Ешь Ее И Немного Обжигает Вот Ну Класс Вот На На Мой Вкус Это То Что Нужно Под Пиво Идеально Ну Мне За Руль Очень Класс Ну И Вот Срез Это Класс Просто Что Вот В таком Варианте Хорошо Здесь Всегда Можно Регулировать Соленость Продукта Вот Здесь У меня Такая Получилась Вот Чуть Чуть Солененькая Не Малосольная А Вот Именно Вот Такая Классная Вот Ну Не знаю Как С чем Сравнить Вот Такую На базаре Чаще всего Продают Она Солененькая И острая Но Кто помнит На базаре Там же Еще Слой Вот Этого Там Мякиша Которым Они Это Все Облепливают Там Еще Миллиметров 5-7 Еще Вот Этой Муки Со Специями Это Тоже Вес А Стоит Она Очень Дорого В В общем Вот В таком Варианте Тонкий Слой Специи И их Хватает Вот Прям Хватает То Что Нужно Я думаю Вот Для меня Вот Этот Вариант Самый Лучший Если Хотите Малосольную Вы Всегда Можете Вымочить Чуть Дольше Это Все Легко И Просто Ну Друзья Всю Упаковку Я Снял Вот Такая Получилась Бастурма Начинаем Вакуумировать Один Конец Я Уже Запаял Сейчас Смотрим Чтобы Подходил Размер Ну И Все Очень Просто Какие-то Такие Куски Которые Совсем Узенькие Вот Такие Можно По два По три Штуки Ну Как Удобно Или Рассчитывайте Порционно Если Вам Нужно Там Под Одну Бутылочку Пива Можно Маленький Взять Ну Вот И Все Вот Такая Получается Красота Вот В таком Виде Храниться Будет Очень Долго Еще Один Вариант Можно Сделать Так Как Делают В Супермаркетах Можно Взять Сразу Тонко Нарезать Прям Вот Такими Пластиками Разложить В Вакуумном Пакете И Запаять Например Собирайтесь Куда Посидеть На лавочке Во дворе Или на природе С пивком Взяли Такую Запайку Открыли Там Резать Не надо Будет И Сразу С пакетика Это Все Употребляете В общем Вариантов Облегчить Себе Жить Много Ну Ну И Все Остальное Я Вакуумировать Буду Точно Так же Ну Вот Так Друзья Все Получилось Вот Вот Такие Пластики Отличные Всем Удачи Всем Добра Пробуйте